Итак, знакомьтесь с боем в синем углу! Ему 26 лет, рост 167 сантиметров, вес 56,85 килограмма. В его активе 14 побед, 7 поражений и его стиль ударная техника. Дамы и господа, он из Краснодара! Кога Шаматава! Его соперник в красном углу. Бойцу 25 лет, рост 172 сантиметра, вес 58,1 килограмма. Его прекрасный профессиональный рекорд, 10 побед, ни одного поражения и его стиль ММА. Дамы и господа, из Махачкалы, не сдающий поражений, фатал Мурат Макампедов! Рефери Виктор Корнеев. Гога Шаматава, Мурат Магамедов, наилегчайший вес. Готовы? Готовы? Нам не будет скучно, гарантирую. Начинает с внутреннего лоу-кика Гога Шаматава. Отвечает ему мидлом. Как будто сейчас в тренировочном режиме, так проверяет друг друга вот этими ударами спортсмены. Разогреваются. К главному действу. Неплохо с джеба сейчас зашел Гога Шаматава. С большим интересом ждал это противостояние. Один из самых интересных поединков этого вечера. Два очень ярких спортсмена, которые готовы драться в стойке. Такой плотный фронт-кик сейчас прилетел в область селезенки. Сразу же локоть туда поставил Гога. Очень плотно держит, это видно. Здорово! Еще один мидлом. Очень любит Гога удары, связанные с разворотом корпуса. Удары руками, удары ногами. Да, я думаю, что все помнят этот бой с Пастушковым, где наглухо вырубил локтем своего оппонента Гога Шаматава. И здесь тоже очень здорово. Он вроде бы пошел вперед, но переводит Магомедов и оказывается в диагональном контроле сверху. Классный перевод партера с точки зрения техники, тайминга, занятия позицией. Для последующего добивания поджимает к сетке, контролирует кисть своего оппонента Магомедов. Активно защищает Шаматава. Добивание со стороны Магомедова. Активно контролирует руку, своего оппонента Шаматава. Еще одна попытка вставания. Болюс со сеткой. Хочет через корпус прихватить руку своего оппонента Магомедов. Понимая, что Шаматава встает, получается у него вернуться в стойку. Разрывает дистанцию Магомедов. Снова работа в стойке. Пытается, скажем так, зацепить оверхендом. Что-то зацепилось в ногах у Шаматавы. Очень непосредственный парень Гога. Да, не хватило ему уверенности для того, чтобы... Вернее, для того, чтобы приобрести уверенность, нужно было вытащить эту штуку. Здорово. Через руку. Хорошо. И здесь уже преуспевает Мурат Магомедов за счет вот этого джеба. Пытается провести проход в ноги уже самостоятельно. Шаматава поджимает Магомедова. Тот просовывает руки. Сейчас будет пытаться развернуть. Так классно он защищался в этом эпизоде. Магомедов продолжает поджимать своего оппонента к сетке Шаматава. Разворачивает своего оппонента Магомедов. Плотная работа в клинче. Разрывается дистанция. Снова бой в стойке. Прямо за нами располагается Магомед Исмаилов. Пришел он поддержать своего земляка. И какой хайкик пролетает. Продолжает, мне кажется, лететь еще куда-то эта нога. И здорово. Магомедов пробил по голове и прошел в ноги. Получается перевести бой снова на настилу Магомедов. Магомедову занять хорошую позицию. Контролирует корпус со спины. Магомедов засовывает левую руку для защиты Шаматава. Засовывает правую Шамбразилиеву с удар коленом. Разворачивает своего оппонента Шаматава. Выступает, переводит партер. Сразу получается защищаться у Магомедова. Сам контратакует. Снова оказывается сверху. Да, и забирается все-таки в гард. 15 секунд еще мы посмотрим от этого раунда. Бежит, бежит, бежит. Благо, бит, бит. Бит, 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 бит. Вот, еще раз бит. Еще. Раунд завершен. Хорошее, хорошее напряженное противостояние наблюдаем мы с вами. Видно, что Шаматава подтягивает сильно свои навыки в борьбе, потому что очень много времени, кстати, он проводит в Северной Осетии в тренировочном лагере. И, в принципе, уже сам не чурается проходить в ноги, осуществлять переводы, при том, что Магомедов, очевидно, в этом компоненте спец. Бой соответствует вывеске. Очень яркое противостояние. Многое получалось у обоих спортсменов. От этого только интереснее. Очень эмоциональный секундампу Шаматавы. Да, временами, кстати, получал он замечания со своей излишней эмоцией от лиги. Но потом, конечно же, понимал, что это все спорт. Это ни в коем случае не по злому умыслу, просто очень сильно переживает за своего оппонента. Просит только Шаматава воды. Нет, нет уже времени для того, чтобы это делать, к сожалению. Ключевую фразу услышал я от Сепунданта, такой как Шаматавы. Нечего ждать. И более откровенно пошел вперед Шаматава. Сразу же напропускал несколько джевов с передней руки. И тут же комбинационно начал действовать Мурат Магомедов. Сразу переходит в борьбу Магомедов. Поджимает своего оппонента к сетке. Многое в этом аспекте получалось у него в первом раунде. Контр-атакует Шаматава. Ходит в одну ногу. Поджимает своего оппонента к сетке. Попытка внутреннего зацепа левой ногой. Продолжает сохранять захват на одной ноге Шаматава. Очень неприятно может быть. Колени с удовольствием вставит Магомедов. И сам попытался раскрутиться с локтем. Но не совсем разбит, кстати, нос у Шаматавы. Очевидно, что эти джебы не прошли бесследно. Прокор оставляет ноги Шаматава. Хоккей по защите. Ныряет с ударами. С двойным джебом приближается Мурат Магомедов. 3.30. Тим на работу передней рукой Магомедов, извиняюсь. Да, и за счет этого, собственно, он не дает приближаться к себе Шаматаве. В общем-то, хлеб Шаматавы. Это работа средней и ближней дистанции как раз. Очень хорошо он рубится. Принимает на блок этот. То ли хай-кик, то ли мидл. Скорее, наверное, хай-кик. Да, очень неприятно. Вот натыкается на этот вот фехтующий джеб. Который постоянно осложняет ему жизнь Шаматава. Хотя видно, что очень хочет, очень заряжен на серию. Очень заряжен на ударно-крутирующий. Стал поджимать и тут же пытается пройти. Забирает одну ногу. Очень уверенно защищается Магомедов. Разворачивает своего партнера, оппонента. Снова уходит в одну ногу. Попытка прихватить удушение стороны Шаматава заканчивается тем, что Магомедов переводит его в партер. Тем не менее, пытается уплотнить этот захват на шее Шаматава. Прихватывает кисть, но через корпус сзади хочет контролировать это предплечье Магомедов. Контролирует одну ногу, не дает вставать. Шаматава меняет расположение своего корпуса, чтобы сохранить контроль. Разворачивается спиной для защиты Шаматава. Сохраняет эту позицию Магомедов. Отзащищался классно на этом. Соти Шаматава очень рискованно, но при этом очень классно. Да, и вновь джаб. Очень здорово контролирует дистанцию. Хорошая комбинация. Вновь разряжается несколькими ударами, которые доходят до цели. Особенно правый, вот этот последний, где-то в область височной доли, который пришелся. Посмотрите, сразу же мгновенно зреет гематома. Под левым глазом у Шаматавы ножка такая многообещающая для того, чтобы поработать ногами. Шаматаве преследует он откровенно. Магомедова! Бэкфист! Или локоть с разворота. Но это уже не так важно, потому что Магомедов опять оказывается сверху. Пользуется этим эпизодом, контрит и, да, оказывается доминирующей позиции сверху. Чувствуется огромный любительский опыт в работе Магомедова. Особенно, когда он работает в стойке, работает на руках. Классно работает передней рукой, которую мы уже отмечали. Не вкладываясь в удары, он наносит ощутимый урон своим оппонентам. Это видно из боя в бой. То есть он постоянно применяет эти навыки, применяет свой огромный опыт в любителях, которые ни в коем случае не нужно недооценивать. Контроль сверху продолжает со стороны Магомедова. 10 секунд до окончания второго раунда. Классная тактическая работа со стороны Магомедова. Очень уверенно контролирует он ход поединка. Ну и привычно для тех, что Гога, как сказать, действует ярко, эмоционально. Да, очевидно, недоволен собой, конечно, Гога. Он служит секундантов. Возвращаемся к поединку. Едва-едва просто представитель технической комиссии выгоняет секунданта Гоги Шаматава, потому что тут еще очень хотел ряд каких-то рекомендаций дать, но время подошло к концу, и сейчас мы посмотрим третий раунд. Приветствуют друг друга спортсмены. Да, приятно смотреть на такое уважение, даже не смотря на серьезную позицию. И как завелся Шаматава. Посмотрите, какая двойка отличная. Начал активнее работать головой. По-боксерски так начал действовать. Зарупаться начал. И поддавливает. И проходит все-таки бэкфист, но вовремя поднял руки Магомедова. Да, задергал Шаматава. Это видно, что вот он, ключ к доминированию, по крайней мере. А вот как это сложится, уже дальше покажет время. Очень хладнокровен Магомедов. Не принимает рубку, прекрасно защищается. Повторюсь, в том, как он ведет поединок, чувствуется огромный опыт. Огромное количество любительских поединков. Кричат, чтобы не застаивался Гога Шаматава. И нервничая Гога, кричит своим секундантом. Отвечает прямо во время поединка, что он по защите бьет. Не нужно меня сбивать. Очень любопытно, как общаются между... Между этими ударами, в общем-то, с углом он напрямую имеет связь. Кричат ему, что он проигрывает, что необходимо работать Гоге Шаматаве. Сытно, поинтереснее стал он смотреться, поактивнее стал работать корпусом, поменьше. Попадает джебом Магомедов. Ой-ой-ой, какое колено между рук проходит. Пытается нащупать корпус уже собственным джебом Шаматава. Попытка перевода есть. В общем-то... Классный перевод со стороны Магомедова. Прекрасный контроль последующий. Не спешит он в этих эпизодах. Улучшает свою позицию и подключает добивание. Да, очень сильно мотивирует из угла. В очередной раз что-то режишь. Бей сильнее. Вообще работать просят из этого положения сейчас Гогу Шаматаву. Попытка перехода на скручивание пятки со стороны Шаматавы. Разворачивается, защищается в этом эпизоде достаточно спокойно Магомедов. Да, но неприятные болевые ощущения были. Я думаю, что он их избежал, потому что чувствовал, что он контролирует ситуацию. Понимает, какие атакующие действия принимает его оппонент. Плечом бьет сейчас Мурат Магомедов. Гогу Шаматаву. Чуть более двух минут у нас до завершения поединка в целом, который пока на данный момент проходит всю дистанцию. Классно за стопу законтролировал Магомедов, чтобы сохранить своего оппонента под собой. Показывается закрутиться под Магомедова Шаматава для атаки руки. Попытка перехода на рычаг локтя. Да, поэтому кричали крутись из его угла. Вот здесь достаточно очевидная ситуация. Я думаю, Мурат Магомедов все прекрасно видит, все прекрасно контролирует. Понимает опасность таких маневров от Гоги Шаматавы. Минута тридцать. Еще. Попытка прохода гарда на Магомедова. Да, пока очень здорово действует Магомедов. И, конечно, надо подниматься. Шаматаве он, собственно говоря, сейчас, насколько я понимаю, пытается это сделать. Или поймать какой-то болевой прием. Попытки удушения в этой позиции крайне сложные для завершения. Особенно с такими опытными ребятами, как Магомедов. Меньше минуты до окончания этого поединка. Вот сейчас плотный захват получается у Шаматавы. Освобождает голову Магомедов. Очень хорошо опять законтролировал Магомедов. Ударил в голову. Опять попал в нос. Чувствуется, что неприятно дышать Гоги Шаматаве. Часто он сморкается. Пошла попытка забрать шею сейчас. Ой-ой-ой, тревожно. За Гогу Шаматаву. Получается заправить правую руку. И пошло. Нет, все-таки успевает ее. Убрать. Здорово Шаматава разворачивается лицом. И удастся ли встать? Последнее мгновение. Сохраняет позицию сверху Магомедов. И все. Да, на этом все. Очень напряженное противостояние. Уже сейчас можно сказать, что Мурат Магомедов большой боец. И может составить конкуренцию в любой организации. Любой мировой организации. Очень интересно за ним наблюдать. Интересно наблюдать за его ростом. Я думаю, что мы будем видеть его все чаще. Будем видеть его в больших боях. Да, стратегически и тактически очень здорово действовал. Где-то временами нить боя, его, который он, собственно, держал себя в руках, временами уходила. Но явно не здесь, конечно же. Эта комбинация была на загляденье. Да, имеется в виду тот эпизод, когда активнее начал работать Шаматава. Когда стал работать корпусом. Когда перестал работать джеб. Самое главное, тот, который охлаждал пыл Гоги. Очевидно, очень расстроен Шаматава. И мы слушаем с нетерпением результаты от Александра Загорского. Добрый садам, по завершении трех раундного боя. Единоклассным решением судей. Одержал победу. И остается нестающим поражением. Мурат Монтанбена! Мурат Магомедов. 11-0. Его профессиональный результат на данный момент. И два поражения к ряду Гоги Шаматавы. Есть о чем подумать, есть что изменить. В любом случае желаем скорейшего возвращения в восьмиугольник и тому и другому.